Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем нашу серию телепередач о мануальном массаже и мануальной терапии. Сейчас у нас идет тренинг и, соответственно, мы продолжаем проходить. Что можно сделать с человеком, пока он лежит на спине, пока он уже после массажа, подогретый, растянутый, мышцы уже расслабленные, мануальные приемы. Уже продавили, продекомпрессировали его. Теперь переходим к скруткам. Как я говорил, у нас в основном дикий фос, в основном воздействие сверху, где лордоз, поясница и шея, там в основном скручивающие движения, но у нас скручивающие будут с декомпрессией, то есть они по спирали так разворачивают тело человека. Самое первое, что мы будем делать, это вот берем под подвздошную косточку, подкладываем ладошку, вот так ровно, чтобы пальцем не передавить паховые лимфоузлы, чтобы щекота не было, просто мягенько такой столик делаем, кладем на него, проверяем, чтобы бедро падали на стол, вот тогда человек расслаблен. Далее, растягиваем квадратные мышцы поясничные и нижние позвонки. Растянули, растянули. Ну, во-первых, также еще делается пир, мы его отнесем к мягким мануальным раздействием или к вспомогающим перед вот этими приемами, да, просто сейчас в этом видеоролике не буду на это время тратить, об этом в следующий раз расскажу, да, а вот теперь непосредственно мануального действия. Вот растянули, соответственно, как мы делаем, таз на себя, мышцу от себя и доходим до преднапряжения и после этого мануальный толчок. Также может пройтись и выше. Тут, соответственно, мы даем уже на рёберно-поперечную дугу с позвонками, поперечными отростками позвонками. Доходим, соответственно, ну, вот докуда может, там, да, лопатки. То же самое можно сделать и в обратную сторону. Берем за ребра, здесь упираемся в подвздошную кость, вот где она упирает, да, ямочка там такая, и в обратную сторону. Здесь, конечно, мобильность меньше, поэтому много движений мы не сделаем. Если у человека сколиоз, да, то, в принципе, можно давить прямо на остистые отростки в противоположную сторону. Ну, сейчас следующий приём покажу и в нём уже поподробно уделю сколиозу внимание. Следующий приём берём за ногу над коленкой, чтобы мяко-мяко лежала на ноге, да, поднимаем ногу и также усиливаем наше скручивание в сторону. Вот тут можно давить уже в позвоночник. Ногу на себя, прямой рукой давим в противоположную сторону. Если вот у человека с колёс идёт, да, в мою сторону, ну, в данном случае вправо, да, то прямо в позвонки и наворачиваем их в противоположную сторону. Как правило, ротация позвонков с противоположной стороны поднимает под поперечные отростки. Соответственно, когда мы уже давили в эту сторону, мы уже их разворачивали в обратную сторону, в обратную сторону их повороту, да, ротировали. Если человек здоровый, мы всё ему делаем симметрично. Если у него есть искажения, да, то, соответственно, смотрим. Вот, как правило, сколиоз ТС-образно бывает, то есть, если в грудном отделе он пошёл вправо, по знаке развём, то, скорее всего, в поясничьем отделе будет влево, да, тогда влево вот эти приёмы не делаем. Делаем с противоположной стороны. Здесь, соответственно, тоже, только с этой стороны, а с противоположной стороны не делаем вот этот приём, да. Теперь воздействуем на крестцово-подвздошную сочленение, вот здесь, и на крестцово-поясничную мышцу. Вот их разгружаем. Опять берем ногу, поставили руку на крестец и расшатываем крестец. Вот уже там пошли какие-то хрусты, да. Расшатываем в ту сторону. Расшатываем как? Вот раскручили ногу от себя. Соответственно, мы идём на крестцово-подвздошное сочленение с этой стороны, ближе ко мне. Перемещаем запястье, основание ладони на эту сторону. Вот уже счёт. Если с этой стороны перемещаем на эту сторону. Если нужно добиться непосредственно хруста, то мы опять по нашей схеме идём, вытягиваем, вытягиваем, раскручиваем, раскручиваем, доходим до преднапряжения, вот. После этого делаем мобилизационный толчок. Если ногу так тяжело держать, да, на бицепс, то можно взять ногу с этой стороны. Расслабься, только расслабься. И проверяем, чтобы всё было расслаблено. Человек должен быть податливый. Если и так тяжело, у некоторых людей бывает вот такая ляжка-окорочок, то тогда чуть полегче, вот если взять ногу вот так, зацепили за плечо, да, и поднимаем вот так. Единственное, что в этом случае у вас меньше будет рычаг. Вот тут, когда надо расслаблено, тут мах получается, более энергичный весь какой рычаг работает. Если человек достаточно лёгок для вас, ну, для вашей мускулатуры, да, то, в принципе, можно его взять на бицепс сразу две ноги. Ну, во-первых, какую ногу мы берём, да, мы так же, не обходя человека, с этой стороны так же, вот. Прометим противоположный подзадошный кост и воздадошный кост, то есть, соответственно, на себя даем. Всё, режим-режим. А если... Ну, приём больше называется задняя левада, когда мы поднимаем заднюю часть вверх. Есть ещё передняя левада, там будем в следующем видео-ролике проходить, когда поднимаются за руки сверху. Сейчас вот поясничный область мы проходим, да, поэтому только заднюю леваду показываю. Поднимаем над коленками на обе руки и продавливаем на поясницу. Клубной отдел. Если сколиоз, соответственно, можно с поворотом. И в другую сторону. Так, вот такие вот приёмчики необычные мы будем сейчас отрабатывать. А в следующем видео-ролике я вам расскажу непосредственно про скручивание поясницы, когда мы сможем уже L5, L4, L2, TH12, L1 ставить на место. Поэтому не теряйтесь, подписывайтесь на наш канал. С вами был Олег Аллов-Гудвин, мануальный терапевт в СИА-РУСИ и популяризатор всех пассажей технологий на русскоязычном пространстве интернета. Будьте с нами, приходите к нам на тренинги. Уважаю, целую, люблю. Пока-пока. Уважаю. Уважаю.